Все, я пью водичку, переодеваюсь и прокурсанку чистить. Вхожу я здесь. Итак, минутка просвещения для зрителя. Немного подумал и понял, почему никто тут не видел. Спустя примерно 40 минут долина, вот. Я подхожу к первому подобию ручей. Время начать акшен. Дожди сделали свое дело, увеличили его. Какое вот богатство. Сейчас буду тут встроен, да? 82-го года. Смотрю и про себя шихикаю. С 15,7. В общем, эти роскошные шли. Наконец-то я вышел. Вид просто... В тундочку попытайтесь представить себя на берегу. Первые следы за сегодня. Камзэйшен. Значит, рад, как я был у Брода. Я касался в таком положении. Тут меняется вообще вся великая мощь. Бродить такую, конечно. В общем, я нахожусь в какой-то такой довольно патовой ситуации. Вот, собственно говоря, горы. Уже прям сразу. Только была только что перетина. Вот сначала я шел по вот этому. Как она выглядит здесь? Только что спугнул оленя. Здоровая, однако, животная медведь. Одни вот эти вот. Тут, ходя вдоль речки, все-таки принимаю решение. Вот такой вот вид на речку сейчас у меня открылся. В этом походе... В этом походе поиск места для брода. Сколько же уважения, да? Вот такой вид речки должен звать укаякер. Ох, продолжаю продираться. Сила эта. Вот эти вот скалистые гольцы. Не просто так там был штан каякеров. Я только что вышел. Какое же это все-таки сейчас гиблое место. Как проходить все эти заводы. 26 августа. 9 часов 20 минут. Так начинается. 2 часа 20 минут. В течение, видимо, Аман-Кита, слышал. Аман-Кит пока! Тампуда. Вот такой вот вид на озеро. Мне сейчас открывается. В общем, все. Я только что перешел в водораздел. Сейчас время. Вот оно. Какая, так я понимаю, туда, в Тампуду. Из-за него, сколько-то речка. Таким пустарником лучше в сапогах. Они больше защищают воду, чем в Афине. Озеро Укаин дозамое. Вышел я сейчас на такую трещаную отмель. Еще одно место, из которого открывается прекрасный обзор на озеро. Пленая скала. Пленая скала. Ильнец. Осень. Все. Двигаюсь я по кедровому сланию, который меня окружает. Водопад была потеряна. Водопад. Красавчик. Только это... Только это совершенно не смородина, это кислица. Правильно, озеро? Кигирян. Оба варианта отвратительны. Пляж. Песчаный пляж, песчаный отмель. На часах 6 часов времени. Я уже нахожусь на устье реки с названием Берия. Кертания противоположного берега. Ну все, я выдвигаюсь, как бы. Итак, сейчас 30 августа. На часах 10 часов 20 минут. Это вот 15 день моего похода. Я нахожусь в Хакусах. Вот. В общем, показываю, как я застановался. На улице солнышко, дует такой приятный ветерок. Вот моя палатка. Все замечательно. Вещи разложены, все сушится. Котелки, рюкзаки и так далее. Дальше. Вот этот вот пакет с мокрыми вещами был развешан вот здесь, на моей бельевой веревке, которую я с собой внес весь поход. Она ничего не весят, но вот сейчас она пригодилась. Рубашка сохнет, трусы сохнут, сохнут носки, сохнет термобелье. Все просушивается. Вот на этом столе я разложил свои продукты. В общем, мне от завтрака была съедена каша традиционно с сухим молоком. Здесь у меня кофе. Пол, в части полстакана. Шоколадка. И вафля. Сейчас это все будет съедено. Полстакана чая остается. Тихонько его попиваю. На другой лавке у меня лежат сушатся носки, лежат сушатся стельки. Под ней стоят сушатся ботинки. Все просто вообще максимально круто, как только можно. Место, как видите, лакшери. Рядом это не человека. Прекрасная луга. Прекрасные сосенки. Все как и должно быть в моем походе. Вот какие планы на сегодня? Скорее всего, я сейчас пойду около шести километров, насколько мне говорят, в южную сторону Байкала. Там, говорят, находятся какие-то пещеры. Сейчас попытаюсь выяснить, собрать побольше информации про них и двигаюсь прямо туда. Вот. Машки тут немножко, но это не беда. Прежде чем туда двигаться, я, конечно же, зайду в термальный источник. Еще там посижу часик, отдохну немножко. Переоденусь там на энцефалитку. Переодеваться сейчас на энцефалитку совсем не хочется. Вот. Ну и буду потихоньку так вот ходить тут, отдыхать после того, как схожу на пещеру. Вот такие планы на сегодня. Завтра у меня в 9 часов 15 минут капер до Северобайкальска. Ну, в общем, вот так вот все выглядит. На мой взгляд, потрясающе. Большего желать и не охота. Местная столовая меня невероятно расстроила. Огроменные цены, невкусное меню. В общем, повара какие-то довольно, как я понимаю, не очень опытные, пока не успели набраться опыта. Вот. Поэтому я буду пытаться здесь самостоятельно. Скорее всего, на обед и на ужин я куплю себе банку тушенки. Одну единственную. Я растяну на обед и на ужин. На обед сварю себе суп харчо, заправлю его тушенкой. На ужин сделаю то же самое, только с рисом. Я сварю рис, заправлю его тушенкой. Как-то так все у меня будет выглядеть. Ну, это самый такой дешевый вариант. Тушенка стоит около 400 рублей здесь. Ну, я думаю, что это в разы лучше, сытнее и полезнее будет, чем питаться вместо столовой. Тем более, что мне надо мои продукты тоже как-то потреблять. То они просто так сгинут в небытие. Когда все слишком хорошо, когда светит солнышко, когда небо... Посмотрите на это чудо. Небо не облачко. Вот, ну, небольшие есть, но почти их нету. Когда вот все твои вещи, которые были мокрые в течение недель, висят и уже почти сухие. Когда палатка твоя нагрелась на солнце настолько, что ты такого себе даже не мог представить. Тебе становится скучно. Сидеть, как всякие там отдыхающие на термальных источниках, греться сейчас при такой погоде бесполезно. Поэтому что я делаю? Я беру рюкзак и выдвигаюсь. Куда же я выдвигаюсь? Я выдвигаюсь на юг Байкала смотреть, что там есть. Там есть какие-то пещеры. Там есть какие-то поющие пески. Вот это вот единственная возможность, которую я сейчас вижу, реальная. Попытаться как-то избавиться от всей этой скуки. У меня с собой рюкзачок. А там у меня литр чая заваренный. Там у меня немножко шоколада с собой. Там немножко печенюшек всяких. И это с этим скарбом я отправляюсь. Идти вроде всего ничего. Мыс, куда я направляюсь, называется Тукулакан. И там какие-то пещеры есть, какие-то пески. Никто из тех людей, которые здесь есть, у которых я это спрашивал, про пяти пески, про эти пещеры. Никто там не был. Ну, конечно, но зачем? Мне здесь приятно тепло и сыро. Зачем мне небо? Где мне там ползать? Поэтому я туда направляюсь, посмотрю, расскажу вам, как не сдохну здесь в Хакусах от скуки. Ну, а вечером, конечно же, я пойду на термальные источники. Буду там лежать, буду там загорать. Не загорать, буду там греться. Ну, в принципе, сегодня вот как раз-таки такой денек, когда я могу и позагорать, в принципе. Единственное, что на берегу Байкала очень ветрено, поэтому я с собой беру всякие там кофточки. В общем, вот иду. Пасторальная вот эта вот природа, это спокойствие, это тишина. Люди тут ходят от столовой, к берегу, к домику своему, от домика, в купелье греться, туда-обратно, туда-обратно. На мой взгляд, это дичайшая скука, поэтому я вот пытаюсь найти что-то интересное. Это вполне себе интересно. Вполне можно потратить там полдня сегодняшнего на то, чтобы сходить туда. Ну, дорога, ну, конечно, это потрясающее что-то. Такого, вот на берегу Байкала, в такой вот глуши, в такое вот место, как кокуса, это прям что-то потрясающее. Такие лавочки есть. Ну, наверняка, да, вот те люди, которые здесь отдыхают, это вот прям настоящие счастливцы. Так, приехать здесь и отдохнуть, скажем, в недельку, это же такой кайф, да? Так, ты ходишь, вдыхаешь аромат сосны, аромат иголок. Все его вот сейчас должны завидовать. Вот вы ездите, там такие черные моря и так далее. Здесь же все в сотни раз лучше. Особенно, если погода бы еще была вот такой стабильной, теплой, хороший, безветренный. Вообще можно было бы здесь кайфовать. Вот такие вот здесь стоят постройки, аллея романтиков. Романтиков, ну, романтики, сами понимаете, они не бродят, наверное, по каким-то аллеям. Они пытаются открывать что-то новое для себя каждый раз. А бродить по одной и той же аллеям, вот такое. В общем, одел ботинки, прикиньте, они сухие. Да, штаны что-то я не зашил, но пофигу. Иду так, ботинки у меня сухие, ногам комфортно. Но единственное, что носки такие, они стали чуть более жесткие после сушки. Но это абсолютно не беда. Все, иду в то вот тут здание. Сейчас там поставлю пауэрбанк на зарядку и выдвигаюсь вот на юг Байкала. Как выдвинусь, тоже буду идти, что-нибудь рассказывать. Интересно, что вот все горы, байкальский хребет, который там виден, они все уже покрыты снегами. Это выглядит очень так интересно. В верхушке гор, начиная с какого-то момента, полностью закинуты снегами. Вот, это какая-то красота. Байкальский хребет, там тоже можно какие-то походы делать. Ну что, вы снова видите довольную мою морду. Я иду по песчаному пляжу вдоль Байкала. Иду, фиг знает куда. Иду к поющим пескам. Тоже непонятно, что это такое. И иду при такой офигенной погоде. При почти спокойнейшем Байкале. Светит солнышко. Ох, какие-то клетки здесь. В общем, иду вон туда. Все бы сейчас захотели туда стоить. Сейчас вроде как меня ждет брод какой-то речки. Ручья, вернее, который называется Горячий. Как-нибудь справлюсь. И думаю, что это вызовет большую сложность. Вот такой вот здесь быт. Костевые дома. Какие-то домики, которые сейчас используются как склады. В общем, здесь все есть для достойного отдыха туристов. Отличный перевальный пункт для походников. Энцефалитка сейчас на солнце. Думаю, просто радуется. Она греется, она согревается, она выветривается. Вся эта гадость, которая в нее нацепилась во время походников. Прикольные домики. Какой-то житейский мусор. Ладно, все, двигаюсь. Все подряд снимать не стоит. Мечта таежного походника. Вот такой вот брод. Телефон я на всякий случай уберу. И начинаю перебраживать. А то вдруг уроню его. Нафиг мне это нужно. Вот такой вот устье. Ручья горячий. Байкал! Байкальский хребет! Ну это просто что-то... Что-то нечто. Севербайкальск, может быть, даже можно увидеть. Но я не буду его вам показывать. Чайки летают. Ох, какой же кайф! Фантастические горы! Да, да. Это побережье Байкала. Это самые-самые первые отроги Баргузинского хребта. Вот они, пасторальные пейзажи рядом с Байкалом. Иду. Тут столько мест прекраснейших для кемпинга. Кедровый складник. Такой маленький, неагрессивный, приятный. Красавчик. Песочек тепленький. Какие-то постройки. Куча всякого ссора, который может запросто пойти на костер. Просто не жизнь, а наслаждение. Вот это вот Байкал хорошего погода. Ох, как же здесь классно. Вот идешь и просто чувствуешь отдых. Именно что-то такое и нужно путнику после дальней дороги. Именно вот такой вот покой. Именно такой вот шум Байкала. Именно такой пейзаж вот этих гор, покрытых горельником. Именно такой пейзаж вот этих вот домов с зелеными крышами. Ощущение дикости. Вот эти вот песчаные дюны, припорошенные деревяшками. Маленьким ссором. Вот это вот все. Справа от меня и слева находится богульник. Мухи вот эти вот таеможные. Все это такое. Какая радость. Муравьи здесь ползают, какая-то дорожка у них. В общем, все просто устроено так, как должно быть устроено. После похода. Что, может зайти к твоей базе? Ладно, пофигу, на обратном пути можно будет зайти. Сейчас просто иду, смотрю на дорогу. Десантный батя. 8 серий. Русский сериал. Не знаю, что-то такое. Мне кажется, вот эти вот диски здесь повешены, просто для ориентации, например, в ночное время. Человек идет в ночное время, может запросто сориентироваться. И куда эта тропа идет такая, роскошная. Ладно, непонятно. Наверняка, может к источнику, но каким-то более коротким бытям. Снимаю вам пейзаж Горельника на фоне вот барханов-песчаных. Я читал в каком-то советском отчете, 80-го какого-то года, или даже 70-го, что вот туристическую группу не пустили дальше Хакуз и Гиря, потому что тут начинается территория Баргузинского заповедника, прямо где-то здесь. И для нее там нужно какие-то специальные разрешения, а в Советском Союзе за этим серьезно следили. Итак, вот, эта группа, собственно говоря, закончила свой маршрут на Хакусах. И что произошло дальше? Дальше, то ли на следующий день, начались пожары в окрестностях Хакус. Лес начал гореть. И Гиря, собственно говоря, призвали этих туристов заниматься тушением пожара. Они их устроили как-то на работу в лесничество. Специально все это было сделано. Специально там были выплачены какие-то деньги потом за все это. И туристы эти тушили пожары. Быть может, вот эти вот отроги как раз-таки погорели в те годы. Кто знает, когда эти пожары были, пожалуйста, сообщите. Но с другой стороны, сколько там, лет 30-40 прошло. Вряд ли бы все было в таком состоянии. Хотя могу значительно ошибаться. В общем, хожу, гуляю. Тропинок тут, как вы понимаете, дофига. А людей что-то нет. На кемпингах никого не стоит. Но, скорее всего, просто из-за того, что это лето, выдалось, на удивление, холодным. Мне сказали, что здесь было три летних дня за все это. Но сейчас, наверное, еще твердый. Такой благодать я давно не видел. Я сейчас дошел до каких-то прикольных дюн. Здесь с камушками, галькой выложены разные надписи. Вот, например, Нур-Султан 2022. Интересно, что сами казахи, они признали, видимо, название Астаны Нур-Султаном. Прикольно. Люба, но в 2020, это уже не разобрать. Гелло или Геля. Эти надписи уже затерлись. Время их не щадит. Но есть достаточно свежие надписи. Вот есть какая-то надпись СБК. Не знаю, что это значит. Есть надпись Ангарск. Еще какие-то надписи. Есть надпись Алиса 2022. В общем, прикольно. Все. Но я двигаюсь дальше. Очень такое интересное место. Дошел до указателя. Большая Байкальская тропа. Видимо, это означает это. Что, мне сюда, что ли, топать? Ну, я попробую. Если не удастся, то я что-нибудь придумаю. Ну, вот видите, треугольник висит вон там на дереве. Кто-то когда-то ее помечал. Ну, вот идти по горельнику, вообще с полностью отсутствующей тропой, конечно, не очень, не очень прикольно. Ну, сейчас будем разбираться, чего. Вроде трава тут примята. Может, что-нибудь получится. Вообще, по имеющимся у меня сведениям, это Большой Байкальской тропы, ну, как таковой, не существует. То есть, я как понимаю, даже нет ее трека какого-то записанного. Это все какой-то вот пиар. В реальности ее нет. Ну, сейчас посмотрим, может, сейчас что-то будет. Вот, смотрите, иду, да, трава примята. Может, кто-то здесь ходил, ничего, куда. Просто в горельнике очень тяжело ориентироваться. И, как бы, может, будут эти знаки стоять довольно часто. Ладно, вообще, двигаюсь. На советских военных картах здесь идет тропа. Российские военные карты я не смотрел. Ну, иду пока тогда по ней. Если что будет. Не так вернусь. Ну, в общем, тропа вроде существует. Она довольно сильно завалена. Она очень мало хожена людьми. Но, тем не менее, она есть. Периодически встречаются знаки. Иногда нанесенные краской. Иногда вот такие вот прибитые треугольнички. Только почему-то тропа помещена. Только, а нет. Она почти везде была помещена только в одну сторону. Но здесь вот есть и пометка в обратную сторону. В общем, пока иду. Вроде все замечательно. По такой тропе я смогу пройти довольно много. Особенно без тяжелого рюкзака. В общем, часть подъема была уже пройдена. Осталось, как я понимаю, не очень много. Тропа, ну вот вся в завалах. Вот она, большая байкальская тропа. Не знаю, сколько здесь людей прошло за этот год. Но такое ощущение, что почти никого здесь не было. Я все приближаюсь к поющим пескам. Надеюсь, сейчас с вершины откроется какой-то красивый вид. Я его покажу. На тропе есть пропилы. Вот. И, наверное, лет по 5-10. Когда эту тропу, ну, видимо, отмечали, эти пропилы делались. Но сейчас попадали новые деревья в горельнике. Вот, например, то, которое мне сейчас открывает, заграждает путь. И их уже никто не пропиливал. Все, сейчас буду его перелазить. Уже, наверное, минут 20 я двигаюсь по спуску. Вот такие вот завалы, такие вот гиблые места здесь. Но пока иду, я думаю, до Байкала осталось, ну, минут 3-30. И я спущусь к нему. Спускаюсь еще минут 20 уже. Ну, тропа по хардкору, конечно. Вся в завалах. Все, вот это вот надо обходить. Абсолютно. Ни на одном участке нельзя по-человечески разогнаться. Вот. И ждет меня, судя по всему, еще дофигища вот такой вот дороги. Так что, не скоро я, видимо, выйду к Байкалу. И Машка начинает доставать. Это я совсем не люблю. В Хакус я вышел 2 часа 40 минут назад. Все, как бы, тропа мной потеряна. Почему-то никаких ее знаков нету. Вокруг вот дебри прям самые настоящие. Не знаю, куда и как, как бы, даже продираться дальше. В общем, как-то никаких нет знаков, ничего. Наверняка тропа ушла куда-то в другую сторону. Времени уже почти 3 часа. В общем, я потерял уже минут 30 назад тропу. Сейчас посмотрел, подумал, как надо идти. Мне, короче, нужно вот за эту гору. Это мыс Турали. Вот, видимо, надо где-то вон там подниматься. И, переходя его, я выйду как раз-таки к этим поющим пескам. В общем, я иду в левую сторону. Может быть, подстегу какое-нибудь подобие тропы. Но идти, конечно, тут жесть полная. Никому не пожелаю. Наверное, отойду до поющих песков, пойду сразу назад. Потому что, как идти здесь, ну, фиг его знает. Все в зарослях, все в какой-то... В общем, фигня. И продираться через все это, нету никаких ни сил, ни желать. Поймал я все-таки тропу через какое-то время. Смотрите, что я нашел. Турали, пески, хакусы. Довольно старый вот этот вот указатель. Но он очень ценен. Опа! И тропа к пещерам. Вон туда. Ладно, в любом случае... Или куда? А, фиг поймет. В общем, в любом случае, я иду пока прямо. Потом, может быть, сверну к пещерам. Вот. Но сначала схожу к поющим пескам. Там буду смотреть по силам. Тропа сейчас хорошая. Но там я так-то ломался, что никому не пожелаю. Вот. В общем, иду. Надеюсь, скоро буду на мысе Турали. И буду смотреть эти поющие пески. О! Небольшой бонус. Голубика. Ну, хоть это порадует. По стандарту тропы никакой нет. Собственно говоря, вот сейчас иду к Байкалу. Вон там где-то синеет. По лиственничному лесу, поросшему молодой березой. Уже где-то в сумме я прошел около четырех часов. И это меня напрягает. Потому что если я пойду назад, то я как бы вернусь к восьми вечера. Это довольно поздно. Я на такое, конечно, не рассчитывал. Я рассчитывал, что как-то все это выйдет по времени намного компактнее. Поэтому сейчас быстро дохожу до песков. Там, собственно, осматриваюсь. Надеюсь, до них еще идти полчаса. Ну, максимум час. И потом я, собственно, топаю назад. Вот. Ибо вот идти по таким вот завалам. Еще в гору надо будет идти на обратном пути. Это вообще совершенно неправдное дело. В общем, иду уже четыре часа. Объясняется, что я немножко сейчас сбился с курса. И сейчас я поэтому напрямую иду к Байкалу. Да, в общем, прямые пески, поющие пески где-то находятся вон там. Идти вот прямо, где эта гора спускается к, собственно, к самому Байкалу. В общем, четыре часа. Еще надо идти назад. На это нужно выделять время. В общем, времени дефицит полнейший. Как бы эти поющие пески, вот эти вот заросшие тропы, это, конечно, отдельное удовольствие. Поэтому вот если на Хакусе кто-то находится и собирается куда-то в такое место сходить, надо очень-очень грамотно пытаться ко всему этому подходить. Вот а то я сейчас, не знаю, приду, ну, скажем, через полчаса, да, на эти пески. Оттуда вот, ну, выйдут через, ну, скажем, час даже, да, и уже пять часов плюс четыре часа хода минимум. Хотя я думаю, там в завалах я поволтузюсь. И чего в итоге? Во сколько я вернусь назад? Ну, вот опять. Опять какой-то очень плохой лес. В общем, эти вот походики в окрестностях Хакусы все-таки они довольно жесткие. Надо как-то было ходить, видимо, когда тропы были нормально намечены. Тогда еще по ним можно было пройти, не впускаясь вот в разные такие вот препятствия, в которые я еще спустился. Ну, вот что, как тут проходить? Типа важная. В общем, какое-то чудо. Я опять словил тропу, и она, кажется, ведет как раз-таки к пескам. Откуда она здесь взялась? Но это здорово, я стремительно приближаюсь к Байкалу. А думаю, до него около метров пятисот. В общем, все уже, как бы, настроение такое серьезное. Сразу же мысли о том, как пробираться назад. В общем, вот такое вот мне не нравится в таких прогулках, что вот надо как-то думать обо всех нюансах. О том, как, например, вот что я буду делать, если я там застряну в этих колючках, да? Там вполне приятно, я буду проходить, когда буду идти в горы, разом-два дольше. Тем более, что там в обратный путь, как я смотрел, меток в разы меньше, чем напрямую. Ну, конечно, это все очень красиво, но как-то очень-очень запаристо. Относительно успеха я вышел на Байкалу. Здесь такая крупная галька. Но, согласно картам, поющие пески находятся, видимо, за вот этим вот мыцем. Жесть! В другой стороне вообще ничего не видно, только там какой-то домик виднеется. Ну что, я офигашу, видимо, вдоль берега, пытаюсь дойти до этих песков. Ну, в общем, что-то такое, очень поставный сегодняшний день. Назад возвращаться будет очень-очень-очень весело, видимо. Ладно, ломлю, подключусь, как будет что-то интересное. Тут выяснилось, что надо идти вон совсем туда. Я пришел совсем не в то место. Промахнулся на несколько километров, продираюсь вдоль берега. Назад, скорее всего, тоже пойду вдоль берега, не хочу возвращаться. Вон там пески, и вот начали встречаться рыжие указатели. То есть я иду, оказывается, даже правильной дорогой. Жесть! Жесть! Из 25 я подхожу к этим поющим пескам, продираться вдоль берега было жестко. Для меня лично даже в каком-то смысле опасно. Вот, здесь находится, что прежде всего, какой-то стан, неплохой стан. Столик, стулья, очень круто. Так, ну, вот, собственно, сами пески. Че, надо идти их слушать. Иду их слушать на стане, к сожалению, никого нет. А то мог бы узнать что-нибудь интересное. Хакусы, блин! Вот тут есть тропа. Че, пойду по ней, видимо. Пойду и попытаюсь счастья. Ну что, вот они, пески. Они, конечно, прекрасны. Звук, да, интересный. Когда на них наступаешь. Мне интересно, как я буду идти назад сейчас. Потому что солнце часа через два с половиной уже уйдет. Да, на песках такое довольно необычное ощущение. Звуков я как-то не особо слышал. Слышал. Вообще интересный такой склон. Сейчас надо думать, какой оптимальный пуст для Хакус. Можно быть что-нибудь интересное по песке сейчас услышу. Вот иду к счету, знакомиться с информацией, которая написана там. Может, это мне что-то и даст интересно. Итак. А, нет ничего. Заповедное подле море. Ладно. Такая красота здесь. Конечно. Но надо выбираться. В общем, для меня путь сюда занял пять часов. Я ломил как перед себя. Я, в общем, старался прийти максимально быстро. Максимально, в общем, точно в это место. Но, в общем, еще получилось. И я теперь понимаю, почему люди так приехали сюда ходят. Наслаждения от этого мало. Плюс, еще надо возвращаться назад. Но там видны горы. Плюс, уже покрытые снегом. И такой песчаный берег. Ширильда, вроде как, называется. Очень прикольный мыс. Но я сейчас буду думать, как мне оптимально пройти. Мне кажется, может, вдоль берега поломаться, чем идти по горельных. Ладно. Я выдвигаюсь назад. Скорее всего, пойду по тропе. Что-то вдоль берега я подумал. Но как-то там могут быть какие-нибудь скальные преграды. Или попробовать все-таки. В общем, я же не знаю, как бы. Ити около десятки. С одной стороны, идти тропой. Горошей, да? Но надежной. С другой стороны, идти берегом. В котором могут быть всякие неприятные препятствия. Вот эти вот дикотомии. Все надоели. Очень-очень тяжело. В общем, иду, наверное, тропой все решено. И буду надеяться, что часа через четыре я вернусь. Хороший. В общем, иду. Держусь тропы. На сегодняшний день я уже находил 19 километров. Согласно часам. Вот. Тропу сделали прикольно. Тут прям прорыв. Какой-то ров. И его довольно удобно держаться. Он не теряется из виду. Вот бы вы все тропы так сделали. Было бы удобнее. В общем, иду. Ускоряюсь. Стараюсь не делать вообще никаких остановок. Какой-то марш-бросок сегодня. Прям спортивный-спортивный марафон. Короче, поднялся. Я прошел часть пути. Теперь меня уже ждет спуск. И завален он. Ну, просто нереально, конечно. Никто тропу не чистил дофига уже. Ой, сейчас пора дераться, прорываться. Опять. Ну, куда-то туда вниз. И там надо подсекать другую тропу и уходить уже туда. За вон ту гору. Ой, блин. Короче, эти походики. Отдельное удовольствие. Вот такой вот вид сейчас передо мной. Мне нужно попасть за тот мыс. Сейчас буду думать, как это сделать. Там очень ответственные скалы. Тропа идет как-то вон там. В общем, я, разумеется, без тропы сейчас пробираюсь. Ладно, все, стремлюсь куда-то туда. И там уже буду переваливать, видимо, через город. 6 часов 20 минут. Я продолжаю свое движение. У меня осталось около 3 километров до Хакузской губы. Я последний час где-то, наверное, шел без тропы. Вот сейчас она появилась. Я этому относительно рад. По крайней мере, будет четкий ориентир. Но вот препятствий огромное количество. Тропа завалена. Завалена так, что мама не горюет. Приходит. Ура! Даже треугольнички стали встречаться. Но вместе с препятствиями. Но ничего, это дерево я вроде даже помню. Вот. Блин, пропилы бы тут, конечно, кто-нибудь сделал. Вообще было бы просто за радость. Я уже боялся, что сейчас в какой-то момент начнется дождь. Их одел куртку. Вот. Но вроде пронесло. Покапал. Минуты три. И закончился. Вот. Малиньек. Да, помню Малиньек. Но тут опять завал. Без 27. Я, похоже, выхожу на финишную прямую. Передо мной открывается вот пески Хакус. Это замечательно. Ну как открывается пески Хакус? Вон там они видны вдалеке. Я этому очень рад. Головной мозг сейчас работает. Ну, просто жесточайшим образом. Ищу тропу. Как бы, когда я шел сюда, это намного хуже получалось. Сейчас вот с этим уровнем адреналина, с этим уровнем успешки, когда я практически бегу по тропе, это происходит куда-куда успешней. Вот. В общем, мчусь. Вот что у меня еще остается впереди. Смотрите. Утром я шел расслабленный. Довольный. Я думал, что будет легкая прогулка. Оказалось, все не так. Получился самый настоящий марж-бросок. Особенно вот сейчас. Треугольнички все-таки в обратном направлении есть. Периодически они встречаются. Конечно, могли бы почаще встречаться. Но это хорошо. Тропа, представьте себе, начал ее находить. Когда поднимался, это было в разы сложнее. Вот. В общем, спускаться еще мне и спускаться. Но, тем не менее, по крайней мере, направление задано. И видно, что я успею засветло хотя бы дойти до берега. Это вот не может не радовать. Правда, сейчас начнется полоса препятствий. Вот, например. И там вот все остальные препятствия будут и не проще этого. Вот. Но с моим уровнем адреналина, когда все мышцы, мышцы все нагреты, все тело разогрето, когда я готов вот прям почти все, что угодно сделать, это сейчас все удастся сделать лучшим способом. Прихожу, покупаю банку тушенки и фигашу себе тройную порцию харчо с тушенкой. Это просто будет объедение, как мне кажется. Вот. Отхожу за валившуюся березу. Так, зацепляюсь ногой. В общем, все прекрасно. Вот такой вот спуск, он дастся очень-очень просто. Вот. Главное, чтобы там какая-нибудь небылайшая фигня. Вроде там все должно быть отлично. Все, ускоряюсь. Прямо вздемогание, короче. Очередное. Это Е теперь. Погорелая эта Е. Жесть. Все ближе и ближе Байкал. Все лучше и лучше становится тропа. Но, тем не менее, время тоже внималимо бежит. Вон там виднеются те самые скалы мыса Аман-Кит, вроде так он называется, которая обходит вот эта вот тропа. Ну, горельный, конечно, ужасен. Но все равно у него есть свой шарм. Представьте себе, как бы все это классно выглядело, если бы здесь стоял зеленый лиственный лес. С его вот особенностью. Ну, вот смотрите, какие тут ягоды. Короче, много прекрасно Байкаля. Даже горелый лес тоже дает свои плоды. 7 часов ровно. Я выхожу к Байкалу. Вот указатель. Большая Байкальская тропа. Да, тут фиг ее заметишь. Собственно, наконец-то я вышел на финишную прямую. Я этому очень рад. Там можно было наломаться в разы больше. Мне неимоверно повезло. Байкал. Тихий, спокойный, красивый, затянут тучками. Вон те скалы, которые я обходил. В принципе, может быть, их можно и по берегу было обойти. Но я не знаю. Как бы это отдельным вопросом надо заниматься. Все. Я без раздумий ускоряюсь по берегу. Идти мне вот до тех вот домиков. Вот до тех вот домиков. Около 4 километров по прямой. Но сейчас по такому пляжу, я думаю, это займет полчаса, может быть, там 45 минут. И я этому рад. Все. Иду, наслаждаюсь. Завтра утром в 9 часов 15 минут у меня катер до Северо-Байкальска. К сожалению, посетила сегодня только поющие пески. Место замечательнейшее, красивейшее. Но дорога туда. Переломаться, недоломаться. Я вот с моим опытом хождения потратил на все про все. Ну, смотрите, около 7 часов. И я ломил как ни в себя. Кстати, мои следы утренние. И кто, похоже, кроме меня, тут больше не ходил. Вот. Если я бы идти как-то не торопяюсь, размеренно, все это бы заняло в разы больше времени. Там прикольно летят утки. Но наверняка камера это не передаст. Вот. В общем, ходить в пешие такие походы от Хакус, наверное, стоит все-таки с ночевкой туда. Я вот при всем при этом не посетил еще пещеры. Не знаю, что они из себя представляют, к сожалению. Но, может быть, как-нибудь в другой раз. Мне казалось просто по началу, что все это изи просто сделать. Все посетить. И пещеры, и поющие пески, и тропа там будет отличная. Но, как бы, как всегда, все оказывается не так. Ну, что, покажу вам вид, как идти по Байкалу. Справа барханы, песочки. Из-за них виднеются верхушки лиственниц. Сейчас эти горелые. Тут вдоль берега растут молодые кедры, сосны, лиственницы. Вот так вот оно все выглядит. И я иду втапливаю. В общем, настроение отличное. Главное, чтобы сейчас не зарядил дождик. Все мои высохшие вещи поехали завтра в Севербайкальск. Я поехал в Севербайкальске, довольный, радостный. И так далее, и так далее, и так далее. В Севербайкальске будет своя эпопея. Мне будет, как я понимаю, почти 5 часов, наверное, в 8 до вечера, чтобы походить по городу. Посмотреть там все. Обязательно будет репортаж из городского музея. Там великолепнейшая экспозиция. Я все расскажу, все покажу. Расскажу про Баам, расскажу про сам этот город. Там такой вокзал у города. Ну, просто обалдеть. В общем, все это будет завтра. А потом у меня будут свои дела, по которым, собственно говоря, уже у меня в Севербайке такой не будет. Чайки летают. Ой, в общем, такой сегодня день выдался на Байкале. Так меня Байкал сегодня порадовал просто. Вот эти вот скалы, вот эти вот обходы, конечно, они дали какой-то свой, вот, свои нотки при вознемогании, но, тем не менее, я им благодарен за те виды, за те физические нагрузки, которые я там испытал. Все могу подлечивать до бесконечности. Дел сейчас будет не в проворот, когда я вернусь в Москву. Но, по крайней мере, до конца этой недели я отдыхаю, общаюсь там со своими родственниками, наслаждаюсь всем, что только можно. И после этого начинается жесткая работа, жесткая учеба, жесткое занимание, занятие наукой. Вот, как-то так все выглядит. И вот эти вот сосны, вот эта вот природа, вот эти вот кусты душистейшего просто, опьяняющего, багульника, все вот это вот дает мне силы на это. Ой, иду, кайфую, ну просто, вот не могу остановиться, рассказать, какие здесь текут ручьи. В каждом из них такая чистейшая вода, что напиться было бы за радость. Вполне вероятно, что сейчас в следующем ручье я наберу себе водички. А почему бы и нет, водичка мне нужна. Сейчас уже буду готовить ее пить. В общем, все. Наверное, хватит подлечивать. Я могу так разговаривать, просто, наверное, до бесконечности. Рассказывать. Ох, рассказывать можно про все, что угодно. Какие там горы возле разрушаются. Вот самое главное, я все это буду вспоминать. Ну, год я буду вспоминать точно. Может быть, всю свою жизнь я буду вспоминать. Вот эти вот песчаные пляжи. Вот этот вот неторопливый рог от Байкала. Вот этот вот берег поросший. Вот такой вот травой, хвойными деревьями. Вот эти вот коряжки. Эти вот камушки. Это все. Это настолько такая эстетика. Это все так вот запоминается. Такие неизгладимые впечатления оставляет. Так меняет все это, что вы не представляете. Ох, ну все, в общем. Давайте я заканчиваю. А тут трепаться, трепаться, трепаться. Кстати, такая мысль. Здесь можно бегать по берегу в качестве зарядки. Это было бы очень прикольно. Ну что, когда-то я вам сказал мысль о том, что можно сделать шнукер с кедровым орехом. Так можно сделать два вида кедрового ореха, типа для гурманов. Одна с обычным кедровым орехом. Стремительно темнеет на улице и уже скоро последние лучи света перестанут проникать на земную поверхность и все погрузится уже не в сумрак, а в настоящий мрак. Поэтому я иду снимаю вот этот вот вечерний Байкал. Горящее небо над ним. Вот все вот эти вот пейзажи. И они выкристаллизовываются сейчас в моей памяти. Выкристаллизовываются, что я просто обязан сюда вернуться. Что просто не может быть ничего более прекрасного. Идти по берегу вдоль вот этого лиственничного горельника. Смотреть на вот эти вот разнотравия, которые там растут. Слушать вот эти вот медленные волны, которые накатываются на гальку. Смотреть на все это. Ой! Ну вы просто не представляете, как сейчас бурлит там сердце. Как сейчас вот все вот эти вот эмоции от увиденного. Как они впитываются в головной мозг. Как ты чувствуешь вот свое вот просто невоверное счастье находиться здесь. Вот это вот как бы бесценно на мой взгляд. В общем, иду, иду к хакусам. Наслаждаюсь. Мне кажется, просто из этих эмоций их нельзя кому-то давать. Ой, а там какая дурнина. Как же там ильют, наверное. Ну, все, топаю. Собственно, экспресс-обзор хакус термальных источников. Вот эта вот дорожка. Вот она идет из подарки. И идет вот такому же в описанном лесу. Вот идет спуск к раздевалкам и к самим купелям. Довольно удобно, довольно красиво. Ночью здесь все освещается. А если светит солнышко, то здесь просто не лес. Вот такой вот темненький, как сейчас. А самая настоящая сказка. А теперь, собственно, обзор на сами купели, на сам термальный источник. Сейчас уходит 9 часов утра. Сегодня 31 августа. Ни человека пока вроде бы здесь нету. Ну, либо если есть, то этих людей я, по крайней мере, я не вижу. Итак, показываю, что здесь есть. Есть купель. Вот я обычно предпочитаю вот эту купель. В ней температура воды 40 градусов, вот как написано на вот этой вот табличке. И мне вот потрясающе хватает. Я сижу здесь, могу сидеть там минут 20, сижу и, собственно говоря, наслаждаюсь. В других купелях, которые идут выше, температура воды больше. Сколько? Это скрывается. Тут вот не написано. Ну, я думаю, здесь где-то градусов, ну, 45. А вот это вот самое-самое горячее. Номер один. Это номер два. Там номер три. Я думаю, в ней температура воды где-то 50 градусов. Вот. Там, собственно, течет вот ручеек сам, из которого уже по трубам, вон там его исток, он течет. Из него по трубам, по разным купелям, разводится вода. Вот. В самой раздевалке есть две купели, мужская и женская. Они разделены перегородкой. Вот. И я думаю, там если дождина, если какой-нибудь снегопад жесткий, то там люди сидят обычно и парятся. Вот. Дальше. Здесь вот есть такие вот приятные беседки, где можно посидеть, расслабиться, попить водички. Вот. Из той трубы, трубы течет пресная вода. А вот, собственно говоря, сам исток. Там, видимо, стоит какой-то резервуар, куда собирается теплая вода. И вот он, собственно говоря, течет вот таким вот образом. Дальше. За раздевалками тоже все прекрасно оборудовано. Там тоже находятся такие места, в которых, в общем, человек может, например, помыться. Например, помыть там руки. Вот. И так далее. Я, собственно, двигаюсь туда, чтобы все это показать. Вот ручей. Он уходит, уходит дальше. Ну и, остывая, впадают в Байкал. Что вот здесь находится? Здесь находятся три душевые кабины. В них оборудовано все так, что можно мыться горячей водой. Я не знаю, эта вода прямо из источника, либо это вода какая-то пресная, нагретая водой из источника. Но, тем не менее, вот здесь можно мыться. Я тут мылся. Вот. Источник идет дальше. И, собственно говоря, даже здесь вода теплая. Но здесь, собственно говоря, нет купелей оборудованных. Вот это вот чайный домик, который здесь стоит. С другой стороны от душевок находится, собственно говоря, место, где можно умываться. Вода здесь тоже течет теплая. Вот я. Всем привет. Да-да. Весь из окраина. Я израненный. Палестина. Сын не сыт играть по правилам. Вот. Вся территория эта огорожена таким заборчиком. Ну, и за ней вроде стараются ухаживать. Конечно, здесь можно было бы цветок каких-нибудь высадить. Но, в принципе, и так вот. Атмосферно очень здесь. Все. я перестаю рассказывать что-то и, наверное, начинаю заниматься делом. Собственно говоря, париться. У меня есть около часа или полтора. Часа на это. И надо этим воспользоваться с максимальным блестящим удовольствием. И здесь тоже по породу у нас все очень классно. Навочки есть какие-то. и куда-то выход в техническую зону. Все. Я заделал. Раздевалка сама сделана тоже по большому уму. В батарею, которые здесь стоят вдоль стен, выведена горячая вода. Они прям теплые-теплые. И здесь вот сухо из-за этого. Из-за того, что есть батареи. И тепло. Это замечательно. А вот, собственно говоря, сама купель в мужской раздевалке. Вот. Она тоже хорошая. В ней температура, я думаю, около 45 градусов. Иногда я здесь моюсь, в общем. не мог не снять кадра вот этой вот аллеи, выходящей к Байкалу. Канск, Кахабус. Вот такие вот птицы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, зимовья, конечно, тут нету никаких, ни этого, ни этого А тут вот внизу тоже была развалюха Ее почему-то не показали на этой карте Это наверняка какая-то переделка советской военной карты Да, это, нет, это прям советская военная карта Точность Вот здесь вот я ночевал И вот здесь вот я подцепил эту тропу Она, наверное, идет чуть выше, не прямо по берегу И вот здесь вот я топал, 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 топал Последний день, когда я выходил к хакусам Вот Вот, собственно говоря, егеря находится здесь и здесь Вот когда я стрелял вот отсюда Вот ставка егерей здесь Меня ни капли не заметила Вот, ну, ничего страшного По реке Бирая Спуск был очень интересный и спортивный Мне это понравилось Вот экологическая тропа нарисована Ну что, дальше вот эту вот тропу я вчера ходил Примерно вот до Судова И топал сюда Отвратительно она вся, собственно говоря Завалена поваленными деревьями Пробираться там очень трудно Только вот с огромным энтузиазмом сюда надо идти Эта тропа, я думаю, потрясающая Здесь вот эту штуку я проходил год назад Ее лучше проходить, конечно, не проходить И здесь лучше идти по берегу Вот Ну, вот такая информация по карте, которую я могу дать Вот здесь, к сожалению, в устье Фролихия Я хотел побывать, но не в этом году Бродить Фролиху здесь, мне кажется, при большой воде Очень-очень сложно Но группа Сергея Леховца когда-то это делал Итак, я уже в Севербайкальске Все, прибыл на катере, заселился в номер, где буду сегодня жить И первым делом я иду сейчас в музей Байкала-Амурской магистрали Это музей, в котором рассказывается про востроителей, про быт, про то, как это героические люди рубили через тайгу, через горы, через скалы, железную дорогу Это вот нечто прям величественное в истории нашей страны И я не могу не дать дань памяти и уважения тем людям, тем героям, которые за это, собственно говоря, положили свое время Как раз-таки этот город, по которому я сейчас иду, был построен в то время И был нацелен на вот освоение этих просторов, на соединение востока нашей страны с западом На преодоление разных там припон Все, иду, надеюсь, музей открыт Я висела безапелляционная вывеска закрыта, и я не смог, собственно говоря, туда пробраться Ладно, буду искать и дальше по городу, исследовать его особенности У меня есть примерно минут 20 лет Я уже шагаю по городу, вдыхаю дым от машин Вот, и теперь, наверное, уже стоит закончить Я хотел рассказать про Бамовцев, хотел показать экспонаты музея Хотел как-то предоставить свою историю, свою взгляд на все это Но уже это не является возможным уже заходком музея Поэтому на этом я все заканчиваю История северо-патяльского выговорения будет отсутствовать В общем, городок очень уютный Прикольные улочки, прикольные домики Прикольная, собственно говоря, атмосфера Строили люди с умом, подходили сердцем И клади свои жизни на то, чтобы здесь вот стоит такой прекрасный город И восторг страны был неизолирован от запада Вот, собственно, что? На этом я, наверное, все заканчиваю И поход мой стоит, я знаю, закрытым Да, я не спешу, я не хочу сделать Это прекрасная ночь Я мистер никто Ни ума, ни образования Я целиком выдуманный, как тот, что я не красала Ты выключишь трек И меня не стало Подтягивая через столоминку Мэджик-класси Где-то на Бали Или в Индонезе Живут люди с умными, счастливыми глазами На их язык нельзя переложить поистинанию Ведь в нем нет слов отчаяния Да, я просто гоню порожняк В угоду мету Жизнь, где окажало бы под тегом мету Близки любому, если бетолк минорный Не грусти, котик Если даже любовь проходит, пройдет и это А пока развлекайся вторым куплетом Пусть говорят, что не так живу я Я одержимый злым духом имбэ Пусть умра, как на полотнах Эль Греха Здесь пара древних грехов с люфическим рэпом Бутерброд Великий русский трибунал Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е ya Великий русский трибунал Великий русский трибунал Yeah Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е Великий русский трибунал Сломанные пальцы Подвалы, допросы Расстрелы и сроки Отмечения скоро Великий русский трибунал Великий русский трибунал Великий русский трибунал Великий русский трибунал Суд истории за революцию, контрреволюцию Ошибки прошлого, выжить железом в люстра свистит Жизнь моя знает одно, на танках Да по черепам, въехать нельзя в божий крат Кровью испачкан, ведь по счетам Долг красен платежом Рану затянет стежком Поле накроет снежком Родина вкукется слов Помолюсь и выйду из дома Жив курим камелею рема Я вернусь, когда будет плохо А пока тихарюсь в кантонах Чистое поле и жест саратов Родина разве берется в братка? Копка на Элисе Машке Поезд стал машинист от Машки ждет Покомпает колокол лжи Такая ты глупая смерть Такая жутка Ну да, все там будем Великий русский трибунал Великий русский трибунал Великий русский трибунал Великий русский трибунал Редактор субтитров А.Семкин